Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами в шоу-руме телевизионных программ Высшие школы журналистики и массовых коммуникаций Казанского Федерального Университета. И сегодня мы все с вами станем свидетелями исторического события. Здесь на ваших глазах состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским Федеральным Университетом и Международной Ассоциацией студенческого телевидения МАСТ. Все это транслируется прямо сейчас в прямом эфире телеканала Универ ТВ и телеканала Просвещение. В связи с этим знаменательным событием, которое сегодня у нас здесь с вами происходит, в нашей студии очень много уважаемых гостей. Проректор Казанского Федерального Университета Софиуллин Ленар Султангалеевич. Поприветствуем. Также с нами сегодня генеральный директор телеканала Просвещение, исполнительный директор Международной Ассоциации студенческого телевидения Владимир Евгеньевич Косинчук. Директор Высшей Школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Григорьевич Толчинский. Заведующая кафедрой телевещания и телепроизводства Резида Вагизовна-Даутова. Директор медиа-центра и руководитель университетского медиахолдинга Универ ТВ Ильдар Азатович Каримов. А также приглашенные на мероприятия представители студенческих и университетских медиа-центров Татарстана. Всем добрый день, друзья. Прежде чем мы приступим к подписанию столь важного соглашения, мы предоставим слово Софиуллину Ленару Султангалеевичу, проректору Казанского Федерального Университета. Просим вас, пожалуйста, проходите сюда. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, все, кто меня видит, кто меня слышит, всем здравствуйте. Сегодня у нас очень хорошая погода в Казани, солнце. Я думаю, что у нас большой гость как раз эту погоду и привез. Спасибо вам отдельное за это. Вы знаете, я очень рад и мне очень приятно сейчас находиться здесь за этой трибуной и общаться с вами, с нашими друзьями на предмет создания вот этой обширной, очень нужной на сегодняшний момент сети коммуникации студенческого телевидения. Я считаю, что это очень важно, считаю не просто как функционер, чиновник или проректор, а у меня есть дети, я прекрасно понимаю, как они относятся к социальным сетям, как они относятся вообще к телевидению в целом. И, честно говоря, у меня есть свое какое-то чувство озабоченности в этом направлении, и очень хотелось бы, чтобы в том числе и мои дети были заинтересованы в потреблении информации, как говорится, из первых уст, из первых рук. Очень важно, чтобы не было некой такой, знаете, прослойки в виде каких-то информагентств, может быть, которые искаженно предоставят эту информацию. Очень важно, чтобы наша молодежь, наше студенчество могла напрямую в онлайн-режиме, в любом режиме времени, в любое время суток получить необходимую, интересующую его информацию, проанализировать ее, поделиться со своей какой-то информацией. Это очень, я считаю, на сегодняшний момент важно. И благодаря нашему гостю, благодаря тому, что в нашем университете в том числе появилась такая очень серьезная инфраструктура, я, в общем-то, очень рад, что у нас есть возможность влиться в эту великолепную вещь, в этот мост, быть равноправными участниками этого события и этих процессов, наверное, почерпнуть какую-то нужную для университета, для Казани в целом, нам информацию поделиться своими интересными моментами, вещами из нашей жизни. Я очень благодарен, я очень рад, мне очень приятно. Еще раз спасибо, что есть такая инициативная группа в лице нашего гостя, и благодаря ему в том числе мы узнали об этом проекте, включились в него и надеемся, с помощью Ильдара Задач, наверное, с вашей помощью в том числе, и со своей стороны оказать всемирную помощь и содействие в развитии этого великого и хорошего проекта, как я считаю. Спасибо еще раз всем присутствующим, спасибо всем, кто участвует в этом мероприятии. Еще раз хочу поблагодарить ректора нашего, Александра Равкатовича, за то, что он позволил создать в нашем университете эту инфраструктуру. Хочу поблагодарить наших работников, наших работников медиа нашего направления за их квалификацию, за их энтузиазм, который есть, за их напористость в этом направлении. Я думаю, что общими усилиями мы постараемся добиться нужного результата, я думаю, что мы общими усилиями постараемся выйти на нужный уровень и потребности, все потребности наших студентов, нашей молодежи, нас в том числе, уже более взрослых, удовлетворить с помощью вот этого хорошего и большого проекта. Спасибо вам. Спасибо вам, Ленар Султан Галевич. Благодарим за ваше выступление. А теперь мы бы хотели предоставить слово нашему гостю, генеральному директору телеканала «Просвещение», а также исполнительному директору МАСТ Международной ассоциации студенческого телевидения Владимиру Евгеньевичу Косинчуку. Большое спасибо, Ленар Султан Галевич, за теплые слова, за понимание тех целей и задач, которые стоят сегодня перед нами. Я действительно думаю, что это хорошее дело для нашей молодежи, для нашей страны в целом, чтобы создать общее информационное пространство и чтобы работать с ним. Те задачи, которые я вам сегодня озвучил, когда мы с вами говорили, а именно это создание коворкинг-центра в Москве, центрального, который будет обеспечить информационную поддержку всем медиаколлективам, не только факультетов журналистики, но и всех, кто будет заинтересован в медиапродвижении, а также создание блогерской сети. Все это, конечно, задачи, которые стоят перед нами с вами в будущем. Я, может быть, действительно привез теплую погоду вам, но сегодня действительно на улицах тепло и солнечно, я бы так сказал. Я думаю, что все хорошие дела начинаются именно в такую пору. Еще раз благодарю всех, всех приветствую, и еще раз хотел поздравить вас с 55-летием открытия факультета журналистики в вашем КФУ университете. Спасибо вам. Спасибо, Владимир Евгеньевич. Должна сказать, что сейчас за нами внимательно наблюдаются наши коллеги, члены МАСТа из Москвы и Ростова-на-Дону. Это коллеги из Высшей школы экономики, Доскового государственного технического университета и Московского государственного университета. Они тоже являются членами Международной ассоциации студенческого телевидения. Здравствуйте. Поскольку здесь телевизионный праздник, торжество, то мы не могли обойтись без демонстрации возможностей современного телекоммуникационной инфраструктуры Казанского федерального университета и наших коллег из Москвы, Ростова-на-Дону. Вот сейчас вы можете их видеть на своем экране. Сейчас мы попытаемся в рамках телемоста связаться с нашими коллегами. Я передаю слово директору Высшей школы журналистики и медиа-коммуникаций Казанского федерального университета Леониду Григорьевичу Толчинскому. Прошу вас. Да, пожалуйста, приветственное слово от вас. Ну, собственно, я хочу поприветствовать. Во-первых, надо сказать, что мы уже, вот пользуясь возможностями той соформируемой инфраструктуры, начали осуществлять работу в режиме прямых включений, видеомостов, используя технологии ВКС. Но вот в этом зале мы сейчас впервые так это пробируем, тем более сразу с несколькими точками, сельскими центрами. Замечательно, что я всех у вас вижу. И одновременно могу сказать и приветственные слова Москве, и приветственные слова Ростову. Там, наверное, еще теплее, чем у нас, да? Им, наверное, еще лучше там и комфортнее. Добрый день! Весь у меня слышите? Добрый день! Добрый день! Зазвучали голоса из разных городов. Хочется пожелать, мы сегодня получили очень много добрых и таких приятных слов и со стороны ваших коллег из МГУ, от Елены Вартановой, были очень теплые слова. Передавайте там большой привет, вы ближе, да, рядом. Пока привезут из Казани, да, они ни грамма, да, не устареют, но вы можете прямо это немедленно сделать. Вот, мы получили очень теплые, хорошие слова, пожелания и даже обещание ездить друг к другу в гости бесконечно от Высшей школы экономики. Высшей школы экономики. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо вам за хорошие слова, которые вы передали нам. Мы сейчас вам их возвращаем с пожеланиями дальнейшей дружбы. Мы уже даже проекты некоторые придумали, вы еще не знаете даже. Вот, потом, когда узнаете, будете очень рады и будете часто-часто, не только на видеомостах, но и живьем, я надеюсь, у нас здесь присутствовать. Ну, и я надеюсь, что Ростов, Ростов не отстанет, да, светлый, белый, красивый Ростов, да, город-отец наш. Добрый день вам тоже! Высшая школа экономики, город Москва, вы на связи? Да, на связи. МГУ, вы на связи? Да, мы на связи. Ростов-на-Дону, как нас слышно? Прекрасно слышно, мы на связи. Погода теплая, бюджет, это все. Отлично. Ну, давайте тогда начнем сообщение. Ну, значит, на уровне погоды мы уже договорились, что все хорошо у всех. Вот в части нашей сегодняшней основной и главной темы нам было бы не безинтересно и, может быть, полезно услышать наших коллег из Московского государственного университета о том, сколь можно было бы продуктивно, как вы видите, продуктивно наше дальнейшее сотрудничество, в том числе в рамках того, что сегодня мы объявляем совместно с Международной ассоциацией студенческого телевидения. Большое спасибо, что предоставлены с Международной ассоциацией. Международной ассоциацией студенческого телевидения. Ну, если продолжать тему погоды, то я думаю, что это не очень. Достаточно прохладные и дождливые, но тем не менее, я передаю самые теплые поздравления и победания удачи и успеха к нашему проекту от лица руководства нашего факультета. И поздравляю Казанских хранителей с большой датом, с большим юбилеем, 55-летием журналистского образования в Казанском университете. Это вам символично, потому что в этом году мы отмечаем 70-летие журналистского образования в России. И наш факультет тоже празднуется в этом году. Ну и два слова буквально о нас. Наш студенческий медиахолдинг – это прежде всего телеканал «Маховая-9», это радио на «Маховой», интернет-издание «Журналист-онлайн», газета «Журналист-онлайн», в которой работают студенты с лавриентом, магистратурой. Мы работаем с людьми, которые получают высшее образование по системе школы современного телевидения и по программе профессиональной переподготовки. И на всех ступенях обучения наш холдинг, дает студентам возможность не только выполнить работу в рамках учебной нагрузки, но и реализовать свои собственные проекты. В сегодняшних условиях, когда одним из важнейших требований к журналисту является конвергентность, наш студенческий медиахолдинг позволяет студентам не только увидеть стадии производства контента, но и освоить смежные журналистские специальности, то, что очень-очень важно. И в этой связи, я думаю, что наше сотрудничество с МАСК, я думаю, что наши совместные проекты, будущие совместные проекты будут очень важны, интересны, потому что это вызовет живой интерес к той профессии, которую они выбрали, к телевидению, к радио, к журналистике в целом. И поможет им открыть для себя какие-то новые ступени, новые грани к той работе, которую они выбрали. Так что мы открыты контактам, мы рады, и давайте работать. Ну и в заключении еще раз хочу всех поздравить с важным событием, пожелать удачи и МАСК, и темно. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я тоже в завершении, раз уж тем более речь идет о нашем разговоре с Москвой, сразу вспоминается, вот из «Москва слезам не верит», давайте дружить семьями, да, давайте дружить холдингами, давайте дружить факультетами. Удачи вам. Спасибо. Мы продолжаем нашу междугороднюю связь и для общения с Высшей школой экономики города Москвы. Мы приглашаем сюда, к нашей трибуне, заведующую кафедрой телевещаний и телепроизводства Казанского университета Резиду Вагизовну-Даутову. Я хочу вот на что обратить внимание. Сегодня у нас двойной праздник. Дело в том, что сегодня, мы еще открыли международную конференцию научно-практическую современное телевидение междунациональным и глобальным. И мне кажется, это очень символично, что вот такой телемост произошел как раз в эти дни. И среди участников конференции есть наши коллеги, в том числе коллеги из Высшей школы экономики, с которыми, в общем-то, наша кафедра давно дружит. Я вот вижу там Илью Вадимовичу Кире, очень приятно, да, то есть тоже нас связывают очень давние научно-исследовательские какие-то контакты. Вот. И, собственно, мне кажется, очень вот у этого проекта, соглашение, которое будет подписано, очень большой потенциал не только в плане вот развития единого информационного поля студенческого, но в том числе и обмена какими-то научно-исследовательскими проектами. Как Вы считаете, коллеги? Мы только за, мы всегда рады сотрудничать с коллегами из регионов и особенно с Вами. Я вспоминаю, что у нас экспедиция совместная по медиапотреблению в Чистопольском районе, это было у нас три года назад. Поделитесь, пожалуйста, Вашим видением вообще, вот, к чему, какие перспективы у вот этого сотрудничества и создания такой международной ассоциации, ну, с таким расширением географических границ вообще на территории всей России. Коллеги, ну, я, во-первых, хотел бы представить, вот, меня зовут Илья Кири, я руковожу департаментом медиа, рядом со мной Татьяна Борисовна Тихомирова, которая мой заместитель, одновременно заместитель декана факультета коммуникации медиадизайна, в состав которого входит наш департамент. Я коротко расскажу о вышке, о том, что мы здесь делаем в области медиа, ну, так сказать, для того, чтобы не нарушать, я так понимаю, ритуал. А дальше, в общем, наверное, поздравлю с этим событием. Ну, вообще, департамент медиа – это часть большого факультета. У нас произошла некоторое время назад реформа, у нас объединили более мелкие структуры в более крупные, соответственно, у нас теперь есть департамент медиа. Это структура, в которой сейчас, на самом деле, на наших образовательных программах учится, по-моему, порядка 800 студентов. А, так сказать, у нас 5 образовательных программ, 2 бакалаврских, 3 магистрских. 800 студентов на будущий год, я думаю, что мы перешагнем за планку в районе тысячи студентов. И, в общем, департамент медиа – это часть довольно большая, факультет коммуникации медиа и дизайна. Это такой творческий факультет, объединяющий дизайнеров, объединяющих коллег, которые занимаются интегрированными коммуникациями, рекламой и так далее, в такой вот некий организм, в котором существует обмен между подразделениями. В этом смысле мы… Для нас этот проект очень важен и интересен не только для департамента медиа, но и для факультета в целом он имеет значение, разумеется. Татьяна Борисовна, может быть, ты скажешь? Ну, Резидова Гизовна задала вопрос, как мы оцениваем перспективу сотрудничества, да, и вот такой большой структуры, как МАСТ, взаимодействие различных студенческих медиа-центров. Вы знаете, у нас на программе учится довольно много иностранных студентов, то есть на всех наших программах. И мы замечаем тоже, какие хорошие плоды дают, например, проектные группы, куда входят люди из разных стран и с разным опытом. Это такое межкультурное взаимодействие, которое приводит иногда вполне себе к прорывным идеям. И это очень здорово, что благодаря технологиям сегодня мы можем объединить какие-то наши ресурсы, подумать о общем, например, архиве контента, о способах взаимодействия, о способах обмена этого контента, о возможности для студентов общаться, да, и почерпывать новые идеи, там, не только в своем вузе, да, где они, ну, как-то так привыкли, да, как в родном гнезде, что есть им нужно выходить все-таки за зону комфорта, побывать на других площадках. Я думаю, что в рамках вот этого проекта мы можем здорово друг друга обогатить, а самое главное – дать возможность студентам развиваться и дать возможность им увидеть новые направления, новые перспективы. Да и, собственно, ребята, которые, например, там, из Ростова, из Казани, из других городов, которые учатся у нас, то есть для них это тоже возможность увидеть свою востребованность, да, вот в своих городах, то есть не оставаясь только в Москве. То есть я считаю, что может мы даже сами до конца потенциально, ну, не понимаем потенциал вот этого проекта. Я думаю, что когда мы будем двигаться вперед и работать, мы будем открывать для себя какие-то новые зоны, новые области. Хорошо, спасибо. А скажите еще один вопрос. Что представляет из себя ваш медиа-центр? Хотелось бы вот немножко об этом узнать. Коллеги, насколько я понимаю, у нас подготовлен по этому поводу ролик, мы можем его запустить сейчас? Можем ролик запустить? Да, да. Ага. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо, я думаю, что мы сработаемся. Спасибо, друзья. И, наконец, мы прямо сейчас свяжемся с Донским государственным техническим университетом. И для этого я приглашаю к нашей трибуне директора медиахолдинга «Универ-ТВ» Каримова Ильдара Азатовича. Коллеги, здравствуйте. Как вы нас слышите? Отлично слышим. Я знаю, что в Ростове одна из сильнейших, кстати, по оснащению телевизионной университет. Мы наслышаны. Вика, ты там была как раз на фестиваль. Да, друзья, было очень приятно поучаствовать в фестивале студенческие ТЭФИ. Спасибо за теплый прием. Возникла даже некая зависть. Я безумно хочу посмотреть, что там такое супер. А на самом деле сейчас хотелось бы, чтобы студенты пообщались между собой. И я хотел бы, чтобы студенты наши задали вопрос нашим ростовским студентам. Пожалуйста, друзья. Друзья, у кого есть вопросы? У Романа, я знаю, есть вопросы. Поднимайте руки, микрофон и студия. Но пока он формулирует вопрос. Хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали о своем медиа-центре. То есть все-таки я вот просто дал какие-то свои эмоции. Причем я не видел, что там есть на самом деле. Я видел в Инстаграме, я видел ВКонтакте, я видел в Ютубе кое-что. Но понятно, что лучше пощупать руками и понять это. И поэтому хотелось бы услышать от вас, как вы себе представляете свой медиа-центр. Пожалуйста. Здравствуйте. Ростов на связи. Среди медиа-центра ДГТУ. Приветствуют вас, коллеги. Ну и, конечно, хочется вначале поздравить вас с таким событием успешного деятельности, новых идей и отличного реализации всех всех проектов. Ну и так, по нашим медиа-центре. В инфраструктуру входит студенческое телевидение ДГТУ-ТВ, зачетное радио, студенческий журнал Плюс Один, а также команда фотографов, дизайнеров и людей, которые пишут на официальный сайт университета. Это огромная сплоченная команда, которая освещает самые важные события в жизни нашего университета. И что важно, что мы привлекаем студентов. Именно они выступают у нас в качестве корреспондентов, ведущих на радио, телевидении, финалистов и ведущих на телевизионных программах. Что хочется сказать. Мы очень честно сотрудничаем, дружим в факультетном медиа-коммуникации и мультимедиктной технологии. Мы работаем над общими проектами, мы дружим, мы сотрудничаем, делимся опытом. Вот прямо сейчас мы находимся на базе медиапарка ДГТУ. Это совместный проект нашего университета и группы компаний Южный регион ДГТУ. И здесь ребята могут воплощать свои проекты, телевизионные какие-то идеи. Здесь царит атмосфера творчества. И очень здорово, что у нас есть такая возможность. И мы, студенты, стараемся сделать так, чтобы студенческая жизнь нашего университета была ярче, насыщенней. И делаем все, чтобы наша студенческая жизнь запомнилась нам надолго. Спасибо. Очень здорово. Спасибо. Пока Роман еще обдумывает вопрос. Я сказал бы, когда я сказал, что я завидую, конечно, я сказал в том смысле, что я знаю, что у вас огромные павильоны. Но в принципе у нас в Казанском федеральном университете я должен был сказать, что, и подтвердить Владимир Евгеньевич, мы первые пока университетское телевидение, которое вещает круглосуточно. Это именно университетское, это не частный канал, а именно созданный университетом. И, конечно же, у нас есть свое интернет-радио UFM, у нас два канала, на самом деле, один корпоративный, а другой вот и универтв, который выходит и в эфире, и выходит в кабеле. И поэтому наши первокурсники уже имеют сегодня, вот благодаря той, мы сейчас находимся в шоуруме, в котором как раз наши первокурсники только вчера снимали свое ток-шоу, которое мы сегодня так бурно, ну не бурно, но по которым и так высказался, да. Они пытаются найти какие-то свои пути, они все хотят найти провокационные методы и уходят в эту провокацию слишком основательно, забывая основную тему. Но самое главное, что у них есть эта возможность. Они здесь это пытаются, делают, строят. Это здорово. У нас тоже есть съемочный павильон, там тоже реализуются ряд крупных проектов. Это здорово. Если можно, одно слово, не как студента, как заместитель декана факультета медиакоммуникации ДВТУ, зовут меня Денис Дубовер. У нас создана система, при которой кроме студенческой активности есть возможность подключаться к профессиональным проектам, которые работают на базе медиапарка. И, в общем-то, вся эта история создана как площадка для развития студентов. Я совершенно согласен с Татьяной Борисовной Тихомировой, потому что мы также стараемся давать возможность развиваться студентам. Например, здесь у нас нет возможности сейчас быстро переформатировать нашу картинку. Но буквально в этом зале, где мы сейчас находимся, обещает профессиональная радиостанция городская на FM-диапазоне. Действительно, у нас огромный съемочный павильон. У нас есть спутниковое телевидение, которое также транстрирует образовательный контент. То есть это очень большая база, которая помогает создавать любые проекты, любой сложности студентам. И мы не хотим, чтобы эта история превращалась только в нашу локальную. Мы ждем всех вас, всех студентов, всех присутствующих этой телетрансляции к нам в гости. Не только для того, чтобы смотреть, а для того, чтобы подключаться к совместным проектам, для того, чтобы делать совместно интересные проекты. И, в общем-то, в этой кооперации мы только можем сделать что-то действительно интересное. Спасибо. Денис Анатольевич, я правильно вас понял? Это же симбиоз частного с государственным. Там уже так получается, да? Это достаточно интересный опыт на самом деле. Да, совершенно верно. Факультет формировался сначала как корпоративная кафедра, но и в итоге получился целый факультет на 800 человек. То есть это частный канал, спутниковый, то, что вы говорите, это частный какой-то корпорация телевизионная, телекоммуникационная структура какая-то? Или это все-таки именно университетское детище? У нас есть как одно, так и другое. То есть у нас есть университетское детище, а есть тот продукт, который пришел в университет для того, чтобы давать возможность студентам получать практику, не отрываясь от учебы. Ну и продолжение разговора. Вот Владимир Евгеньевич здесь, мы говорили об этом. Мы вообще, в принципе, сейчас, конечно, все собрались здесь благодаря Международной ассоциации студенческого телевидения. И вот его тема сейчас по, не просто телевидению, а по попытке создания и воспитания блогеров вообще в эту сторону движения. В телевидении все понятно, мы как бы все ясно там. Примерно классической схемой. То есть мы идем какими-то старыми путями. Но сейчас все больше мы понимаем, что уходят какой-то в лидеры среди молодежной, среди студенчества, выходят в видеоблогеры, блогеры-журналисты, корреспонденты разного рода. Вот в этой смысле, в этой стезе. Как вы себя ощущаете? Видите ли вы что-то для себя? Как вы двигаетесь в этом направлении? Да, безусловно. Безусловно, мы видим для себя здесь многое в этом направлении. Во-первых, на факультете и вообще в целом в университете формируется школа блогеров, где мы привлекаем не только студентов нашего вуза, но в целом всех активистов из нашего города, которые хотят проявить себя в этой сфере. Кроме этого, это создание проектов, направленных именно на блоги, блоги, аудиоподкасты. То есть мы этой темой занимаемся, это играет очень большую роль в нашей повседневной жизни. Спасибо. Есть вопросы, ребят, у кого? Да, пожалуйста. Вопрос наконец-таки созрел. Для коллег из Ростова представлюсь, Роман Полинсков, студент 4-го курса, коэффер телевещения и телепроизводства и редактор молодежного отдела телеканала Универ ТВ. Мне приятно видеть практически своих земляков. Я тоже из Южного федерального округа, так что всем привет. Сзади вас есть ребята из Краснодарского края, вам тоже большой привет. Вопрос состоит следующим образом. Как вы вообще в принципе работаете со студентами, в каких направлениях? Только информационные или же вы пробуете с ними делать какие-то другие различные жанры, например, ток-шоу, еще что-нибудь там в таком духе. Мы, например, раньше занимались форматом ток-шоу, сейчас у нас ребята потихоньку уже знакомятся с таким поем, как спортивная журналистика и, думаю, дальше с коллегами-первокурсниками то, что мы придумаем. Вы как этим занимаетесь? Роман, спасибо за вопрос. Так, по-моему, Альбина хочет ответить первое. Ну, я думаю, что да, я отвечу. Студенческие медиа-центры ДКТУ активно сотрудничают со студентами сотрудничать в каком плане. Они у нас выступают корреспондентами, операторами, режиссерами, видеомонтажным. Они у нас ведущие ТВ-программ и радио. То есть они активно включаются в нашу работу и освещают жизнь нашего университета. Ну и отвечая непосредственно на вопрос, действительно, студенты имеют возможность проявить себя в совершенно разных жанрах журналистики и в целом медийной работы. Причем как по одной, так и по другую сторону камеры. Это, безусловно, работа в различных группах жанров. Это навыки технической работы, съемки, фотографирования, проведения в том числе прямых эфиров, трансляций. Ну и кроме этого, конечно же, каждый год мы пробуем какие-то новые формы. И вот действительно, в этом году мы увлеклись блогерством и активно развиваем эту составляющую. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Спасибо вам, друзья. Мы сегодня увидели, какими ресурсами обладают медиахолдинги, медиацентры университетов сегодня. Это действительно потрясает. Спасибо большое за подробные рассказы о вашей деятельности. Но прежде чем мы с вами перейдем непосредственно к торжественному подписанию соглашения, мы бы хотели еще раз дать слово Вышей школе экономики. Действительно просили слово, потому что нам сразу захотелось, шла такая оживленная дискуссия, ответить на все вопросы сразу, которые прозвучали. И хотелось бы все-таки несколько слов сказать о нашей базе. Вот как раз Сергей Косинчук сейчас расскажет. Он исполнительный директор МАС, но и заодно у нас тоже преподает. Сергей, расскажи. Да, я заместитель исполнительного директора Международной ассоциации студенческого телевидения. И, собственно, здесь, в Школе экономики, мы проводим очень много мероприятий. И, в частности, я немного бы хотел рассказать о медиа-центре, который мы совместно здесь построили. Собственно, здесь основная база – это студия, где студенты полноценно пробуют себя. И, собственно, тот продукт, который они делают в медиа-центре, он непосредственно идет им в зачет потом в образовательной программе в общей. Также здесь есть три хромакийные студии, на которые снимаются, в том числе те самые МОКИ, которые выпускаются на платформе «Открытое образование», и создаются очень много интересных мастер-классов и лекций. В том числе медиа-центры реализуют очень много интересных коммерческих проектов. Ведь, по сути, медиа-центры – это… Производственная база. Да, то есть это такие базы, у которых есть несколько основных направлений. Первое направление, конечно же, это практико-ориентированная платформа, где студенты могут попробовать себя, найти себя. Ведь не обязательно, что именно студенты факультета в журналистике, коммуникации, медиа придут в медиа-центры ВУЗа. Этим как раз медиа-центры ВУЗа, наверное, и интересно, что сюда будут прийти все. Ну и вторая часть, помимо образовательной, это, безусловно, что медиа-центры ВУЗа может работать на создание контента вовне, чтобы популяризировать сам ВУЗ, чтобы привлекать какие-то дополнительные источники, средства, чтобы делать какие-то коммерческие проекты от лица ВУЗа. На самом деле, медиа-центры ВУЗа – достаточно такая разносторонняя структура. Совершенно верно. Я бы хотела еще добавить, что помимо телевизионных студий, в одной из них мы сейчас находимся, у нас есть еще и Тон-студия, небольшая радиостудия. Есть несколько компьютерных маковских классов с установленными всеми необходимыми программами для монтажа, обработки изображений, обработки фото. И, что очень важно, концепция студенческой работы, студенческой проектной работы заключается в том, что любой студент с любым проектом может прийти и сделать его. То есть не только в рамках учебного, своей учебной программы, но и если у него какой-то индивидуальный проект, мы считаем это вполне продуктивным. И хотелось бы еще сделать несколько замечаний. Вот, как говорит наш декан, штабная культура подразумевает какую-то результативность любого диалога. И вот в результате нашего диалога, я думаю, что мы могли бы какие-то предложения накидать. В частности, уже так или иначе возникло предложение об обмене практикантами, то есть стажерами, студентами. То есть мы с удовольствием можем сформировать группу или предложить нашим студентам, например, стажировку на базе других университетов. И мне кажется, что это может оказаться вполне продуктивным. Было еще какое-то предложение, оно как-то выпало из памяти. Ну, может, Илья Вадимович что-нибудь еще добавит? Ну, на самом деле, здесь есть еще одна штука, по поводу которой можно было бы подумать. Это какое-то место, где мы можем совместный контент выкладывать. Я имею в виду формировать каналы из контента четырех разных структур, или там пяти, шести, восемнадцати, в зависимости от того, сколько, так сказать, коллег к нам присоединятся. Ну, собственно, как раз мы в ассоциации, сейчас как раз реализуем этот проект, общий сервер, где все члены ассоциации смогут выкладывать свой контент. Из этого контента уже делается часть эфира на национальном образовательном телеканале просвещения, уже там выходят материалы. В частности, мы хотим сделать общий интернет, студенческий телеканал тоже, чтобы он вещался онлайн, который состоял бы полностью как раз из студенческих работ всех членов ассоциации, которые к нам входят. Вот это правильная схема. Спасибо. В общем, я должен сказать, что мы сейчас в такой схеме работаем. У нас есть коллеги в Канаде, которые организовали такую модель, называется Global Campus Network. Это фактически такой сервер, не телевизионный сервер, а имеется в виду сайт, на котором выкладывается видеоконтент, снятый медиа-центрами, точнее, снятый студентами по тематикам, которые продюсируются в Центральной из Канады, из Райерсона. Это университет Райерсон. Соответственно, разными университетами мира. Вот мы там в этой ассоциации заявлены, наши коллеги, которые у нас занимаются студентами, там Олег Дмитриев, ряд других, снимают на английском языке какие-то сюжеты для них, и это выкладывается на общем, собственно говоря, сайте. И, насколько я знаю, там есть некая интерактивная опция, как возможность голосования. И вот, скажем, материалы наших студентов уже несколько раз выходили в топ вот этого рейтинга объединенного видеопроекта. И думаю я, что вот эта возможность какого-то интерактивного взаимодействия, голосования была бы интересна и для интернет-канала студенческого. Одним словом, мне кажется, надо как-то навалиться на это. Все вместе, я думаю, мы все осилим. Собственно, как раз мы сейчас еще разрабатываем дополнительный молодежный интернет-портал, где как раз и можно будет это все реализовывать. Он сейчас будет называться МастМедиа. Как раз он будет такой платформой для создания молодежно-информационного агентства, в принципе, по освещению мероприятий. И как раз по обмену контенту и по созданию такого интерактивного телевидения, то, о чем сейчас многие говорят. И, конечно, это телевидение будет состоять из всего того контента, который делают все медиа-центры. Спасибо. Ну что ж, на этой позитивной ноте, я думаю, мы можем подвести к концу наш телемост. Спасибо всем, кто принимал в нем участие. Я думаю, что это не последнее подобное мероприятие, которое нас ждет в ближайшее время. Ну а для нас, друзья, праздник не заканчивается. Мы переходим к кульминации нашего сегодняшнего вечера, а именно к подписанию соглашения между Казанским федеральным университетом Международной ассоциации студенческого телевидения, проректора Казанского федерального университета Софиулина Ленара Султан-Галеевича и генерального директора телеканала просвещения, исполнительного директора Международной ассоциации студенческого телевидения Владимира Евгеньевича Косинчука. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что ж, друзья, свершилось, давайте поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам, Владимир Евгеньевич. Дорельков, пожалуйста, не уходите. Я думаю, что у собравшихся здесь студентов сегодня к вам тоже есть вопросы в связи с тем, что сейчас только что на наших глазах произошло. Я хотел бы, во-первых, привет передать своим коллегам в Москве, в Ростове-на-Дону. Спасибо. Сегодняшний телемост, я думаю, состоялся удачно. Вот картинки МГУ я, к сожалению, не вижу. Ну, видно, может быть, связь плохая. Наверное, так. Но, тем не менее, еще раз всем спасибо. Я готов ответить на вопросы не только из студии Казанского федерального университета, но и из студии ДГТУ и Высшей школы экономики. Владимир Евгеньевич, скажите, пожалуйста, что означает подписание этого соглашения для нас, для Казанского федерального университета? Что для нас это открывает? Какие новые дороги? Какие новые проекты? В общем, что нас студентов ждет теперь? Я, как инженер по базовому образованию, буду загинать пальцы. Ну, первое. Я проехался по всей стране и видел очень многие медиа-центры, разговаривал с руководителями и знаю практически всю базу техническую и творческую, которая существует на данный момент в вузах. Я уже говорил и повторюсь. У вас очень хорошая база, очень хороший коллектив и самое главное, что у вас канал 24-часовое вещание. Это первое. Что вы получаете, что получает страна при вхождении вас в МАСТ? Это было год назад. И что сейчас изменится, когда были подписаны документы и когда в вашем вузе создано представительство МАСТ? Ну, во-первых, вы являетесь полноправным членом в руководстве МАСТ. Вы сами принимаете решения вместе с нами по активизации тех или иных направлений, которые есть. Также вы формируете повестку информационную информационную в своем регионе. Вам полностью доверяется формирование информационной повестки здесь. Следующий момент. Вся информационная база, вся аналитика, которая будет в МАСТе, она доступна полностью вам. Дальше мы вместе с вами формируем дальнейшее развитие Международной ассоциации в студенческой телевидении как по блогерам, как по созданию каворкинг-центра в Москве. Вы также будете принимать активное участие в работе каворкинг-центра в Москве, как и любой опорный вуз, где будет создано представительство МАСТ. Мы планируем создать таких представительств около 20 по количеству опорных вузов, чтобы в каждом регионе МАСТ был заявлен одним из вузов. Вузом, который обладает достаточно техническими средствами или будет обладать в ближайшее время, все зависит от того, как ректоры будут смотреть на ту или иную задачу региона. Я не случайно сказал, что все развивается очень быстро, и мы сами не все знаем, как дальше будет, но мы знаем то направление, куда мы будем идти, а вместе мы уже его выстроим. Спасибо вам большое. Давайте еще раз поаплодируем, друзья. Ну что ж, на этом наш прямой эфир, я думаю, мы можем уже завершить, перейти уже к закадровому общению. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова